Россия не отправляются на нерабочую неделю, а голосование по поправкам в Конституцию переносится. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу пандемии коронавируса. Дополнительные меры безопасности приняты в Ульяновской области. Губернатор Сергей Морозов обратил особое внимание на автоматическое продление выплаты всех пособий. Согласно указу главы области, особое внимание должно уделяться лицам старшего возраста. Им рекомендовано соблюдать домашний режим. Все необходимое пожилым принесут сотрудники соцзащиты и волонтеры. В работу со старшим поколением подключились волонтеры Победы и волонтеры-медики, которые также будут обзванивать старших граждан, узнавать в чем их потребность, нужна ли какая-то помощь, доставки продуктов на дом, доставки лекарств. Также мы работаем с Почтой России, которая поможет гражданам, не выходя из дома, оплатить услуги ЖКХ. Будут волонтеры и просто звонить и общаться с пожилыми на любые темы. Ведь дефицит общения тоже сказывается на самочувствии. А социально-реабилитационные центры проводят медицинское обследование ульяновцев на дому. В первую очередь, это касается тех, кто должен был ехать в санаторий на курорты в этом году. Продажа социальных путевок пока приостановлена. Озвучил губернатор введение дополнительных мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В период действия режима повышенной готовности до особого указания постановляю приостановить деятельность ночных клубов, дискотек, иных аналогичных объектов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, запрещается курение кальянов в ресторанах, кафе и барах. А чтобы ульяновцам не было скучно, губернатор поручил запустить новые онлайн-сервисы. На них будут размещаться хорошие и добрые фильмы, спектакли и экскурсии. Ведь в сложные времена главное не падать духом и сохранять оптимистический настрой. Егор Титов, Юрий Конихин, новость Тюллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова